Всем привет, всем здравствуйте, Оля из Тампера, Синляндия. И этот видосик будет посвящен, можно ли человеку сделать комплимент и назвать его красивым. И начну с моих финских подруг. Первое интервью я сделала с девочкой-парикмахером. Ей в том году исполнилось 50 лет, у нее трое детей, мужа у нее нету, и она все же сработает парикмахером. И девочки делали ей комплимент, кто-то написал, что 35 ей лет можно дать, кто-то написал 40. Я, конечно, все эти комплименты ей передала, ей было очень приятно. Ну да, вот такая девочка конфетка есть всегда, она была маленькая, худенькая. И, конечно, 50 лет ей никто не дает. И вторая моя приятельница Пэви. Пэви работает секретарем в большой фирме. И настолько она душевный, хороший человек, сама простота. Ну и, конечно, я ее знаю много-много лет, мы, как говорится, дружим и знаемся семьями. То есть, конечно, с таким человеком всегда приятно общаться. И видите, как человек без всякого театра села на скамейку, дала интервью и дала поснимать дачу и так далее. То есть, вот такие люди мне нравятся. Без вот этого театра, который, знаете, ставят из себя то, что они не являются. Такие люди мне не нравятся. И начну с того, что 32 года прожив в Финляндии, никогда я не слышала, может ли где-то кто-то и умеет так сказать, чтобы финского мужчину сделали ему комплимент, что он красивый. В Финляндии не принято. Мужчине говорят, что олитка унис, то есть ты красивый. Всегда мужчине говорят, что олиткомия, то есть вот как бы он такой статный. Но я не знаю, если вы финскому мужчине такой комплимент сделаете, он, наверное, сделает вот такие обалдевшие глаза. И спросит у вас, что это метатарго, это вы что это имеете в виду? То есть, знаете, ребята, если вы переезжаете в Финляндию или вы живете в Финляндии, такая конфузная ситуация может произойти только от незнания. Ну, а с другой стороны, ничего страшного, знаете, ну, выпучит он этот мужчина глаза. Ну, вот лучше назвать комия, чем назвать красивым. То есть, мужчину финского красивым назвать нельзя. И точно так же про женщину. В Финляндии вообще внешний вид как бы табу. Нельзя ни у кого ничего не спросить, никому не посоветовать, ни так далее. Все очень должно быть аккуратно. Можно очень быстро нажить какого-то врага, если начать обсуждать внешний вид. Красивый человек и не очень. Ну, а если вы страшненьким кого-то назовете, это вообще караул. Про страшненьких лучше говорить где-то дома в четырех стенах, чтобы никто не слышал, и не дай бог они услышат, что вот вы такое сказали. Нет, 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 это ни в коем случае. И точно так же про детей. Никогда про детей нельзя спрашивать, что симпатичный или не симпатичный. Каунис или не Каунис. Красивый или не красивый. Нет, конечно, такого тоже делать нельзя. И у нас есть такая газета Тампари Лайнер в Тампари. Вот в эту газету люди любят размещать детские фотки с Кристиной и так далее. То есть там пишется всегда ребенка имя, второе имя, третье имя, если много имен, фамилия, когда родился, вес и так далее. И вот эти фотки они размещают. И все дети для финнов, они всегда очень красивые. То есть никогда нельзя сказать, что надо же, господи, такого вот разместили. Тоже вроде как не очень. Нет, для финнов все дети красивые. Так что очень аккуратно нужно про внешний вид обсуждать. И точно так же женщины, если, например, в Рюземе вы идете устраиваться на работу и просится фотка. И вы идете, конечно, в парикмахерскую, делаете прическу, макияж и так далее. Вот такое фото вы размещаете в этом Рюземе. Никто к вам не может потом предъявить претензии, почему ваш внешний вид не совпадает с фотографией. То, что было, например, сделано вот в парикмахерской, вы такая там вся Донна, Роза, Дальвадорос. Ну, а на будни, конечно, прическу вы не делаете. Такого макияжа вы тоже не наносите. Но никто к вашему внешнему виду придраться не может. Главное, чтобы вы были чистые, опрятные. Ну, а то, что есть у вас прическа и вот этот раскрас или нет, тоже это, как говорится, финам мало-мало кого интересует. Очень аккуратно. Конечно, есть такие рабочие места, где нужно иметь определенный макияж. Но таких рабочих мест мы знаем ровно как по пальцам их можно пересчитать. Но это, конечно, стюардессы. Они красятся по одному стандарту. То есть они закручивают волосы в пучок или делают вот эту вот кичку. У них определенного цвета помады и так далее. И цвет ногтей тоже определенный. И точно так же работники Луи Фитона магазина и так далее. Они должны краситься определенным стилем. То есть не то, что одна пришла просто моль серая, а вторая с боевым раскрасом. Они должны краситься в одном стиле. И это прописано в договоре. Ну, а так у нас работники банков и так далее. Они бывают иногда накрашены, иногда не накрашены. Никто замечание им не сделает, что ты сегодня проспала и так далее. Почему ты сегодня без косметики. Хочешь краситься, хочешь не краситься. То есть никого это, как говорится, не интересует внешний вид. Главное, чтобы ты был чистый и опрятный. И точно так же, как украшения, у меня была одна приятельница. У нее была бусина в верхней губе. Потом у нее висело кольцо. Вообще непонятно, с какого перепуга она такое себе сделала. Но, знаете, бывает иногда у людей, что вот 50 лет исполняется. И они начинают над собой вот так вот экспериментировать. Они думают, что они омолодятся, если вот они такую жемчужину. Или там, что кольцо не было вставлено. Но она работала медсестрой. Ей, конечно, быстро сказали, что все это снять. Ужасная была дырка в верхней губе, пока это все, как говорится, зажило. Она замазывала крем-пудрой и так далее. Но вот такое пользоваться нельзя. И точно так же, если вы работник какого-то ресторана, очень быстро могут сказать, что вот этот весь металл из носа, из ушей тоже нужно снять. Могут, как говорится, придраться только по вот этой вот санитарии, что не должно быть вот ни таких украшений. Ну, а так, про татуировки и так далее, никто никому не пристает, если они у вас хорошо, нет, и, как говорится, не надо. Нет, внешний вид очень аккуратно. И особенно вот эти комплименты, что там Каунис или не Каунис, вообще лучше не называть. Если хотите кому-то сделать приятное, напишите на открытке или скажите, что человек Сулуэнен. Сулуэнен очень хорошая фраза финская, которую я часто употребляю. То есть она вроде как подчеркивает, что вы вот хотите сделать комплимент, но опять же не дает человеку, знаете, вот такое, что это вы меня красивым как бы не называете. Это тоже может кого-то обидеть. Так что всегда очень осторожно к внешнему виду в Финляндии. И если вам кто-то делает комплимент, благодарите. Ну, а обратно финны комплиментов не делают, у них не принято. Я не знаю, почему русскоговорящему человеку всегда приятно. Если кто-то что-то хвалит, твои сережки или красивое какое-то кольцо, или какие-то у тебя там украшения, или волосы сегодня хорошо лежат. И если человек тебе говорит, ой, здорово, как у тебя сегодня там что-то вот красивое. Всегда, как говорится, мы благодарим, что ой, спасибо, да, вот и у тебя тоже там вот что-то там красивое и так далее. Нет, финны могут посмотреть квадратными глазами. Ну, спасибо, если скажут, это уже хорошо. Но обратно комплиментов вы не ждите. То есть они в этом плане не понимают, что если ты человеку что-то хорошее сказал, обратно тоже нужно кого-то похвалить. Так что народ в Финляндии все очень спокойно, без напряга. Если хвалят, хорошо. Ну, а не хвалят тоже, как говорится, это все нормально. Подписывайтесь, не хворайтесь. С вами была Оля из Тампера. Всем физкульт-привет. С вами был Игорь Негода.